СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ В такой компьютер требовалась большая команда специалистов. Но это все в прошлом. Сегодня полноценное вычислительное устройство поместится даже в кармане. Это Raspberry Pi. Пожалуй, самый известный одноплатный мини-компьютер в мире, разработанный английской компанией Raspberry Pi Foundation во главе с Эбеном Аптоном. Я преподавал в Кембриджском университете в 2005 году. Мы заметили, что количество абитуриентов, поступающих на факультет информатики, начало очень быстро снижаться. Например, в 90-х годах на факультете обучалось 600 человек, а к 2005 году число студентов сократилось до 200. Предполагалось, что придуманный нами Raspberry Pi станет девайсом для молодых людей, которые заинтересуют их и поможет вернуть в наш университет. Идея Эбена Аптона создать мини-компьютер для образовательных целей нашла поддержку среди преподавателей Кембриджского университета. Вскоре был создан первый прототип будущего Raspberry Pi. В 2006 году я создал устройство, которое, как мне показалось, станет Raspberry Pi. Устройство было очень простым, большого размера и использовало чип от Мега, как у Ардуино. У меня на это ушло 2-3 недели, включая написание программного обеспечения. Но производительность была очень низкая, где-то одна тысячная от сегодняшнего Raspberry Pi. Настоящий же Raspberry Pi, который мы сделали в 2011 году, создавался в течение 3-4 месяцев, начиная от разработки чипа и до выпуска. В феврале 2012 года инициативная группа из 6 человек, возглавляемая Эбеном Аптоном, представила миру свой первый мини-компьютер Raspberry Pi модель B. Он был оснащен одноядерным процессором ARM11 с тактовой частотой 700 МГц и имел 512 МБ оперативной памяти. Этот мини-компьютер мог с легкостью проигрывать музыку, воспроизводить видео в качестве Full HD и работать с интернетом. А такое сочетание, как низкое энергопотребление, достаточная производительность, а главное, его цена и размер с банковскую карту, очень быстро сделали этот мини-компьютер востребованным во всем мире. Я думаю, что рынок нуждался в чем-то наподобие Raspberry Pi. Raspberry Pi — это новый продукт. Обычно, когда вы выпускаете новый продукт, вам нужно объяснить людям, почему они должны его купить. В случае с Raspberry Pi на него уже был своего рода скрытый спрос. Люди хотели что-то похожее на Raspberry Pi, поэтому, имея хороший товар, мы просто выбросили наш мини-компьютер на готовый рынок. Ну и, конечно же, мы продолжаем его улучшать. Сегодня Raspberry Pi в 10 раз мощнее, чем когда мы его впервые запустили. И, конечно, это помогает сохранять импульс. Чем больше мы работаем над его улучшением, тем мощнее он становится, тем больше закрепляется бренд. Действительно, с каждым годом этот бренд набирает все больше популярности. Растет и число почитателей Raspberry Pi, организуются целые сообщества. На просторах интернета доступны сотни реализованных проектов с Raspberry Pi. Робототехника, умные дома, система охраны, мини-серверы и многое другое. Программный код для большинства проектов также в свободном доступе. Любой человек может использовать его, дорабатывать и внедрять в свои разработки, набирая опыт в программировании и изучая принципы управления электронными устройствами через мини-компьютер Raspberry Pi. Я бы сказал, что Raspberry Pi используется, главным образом, в трех сферах. Это образование, хобби и производство в равной степени. Их покупают дети, их покупают взрослые для развлечений, а коммерческие организации приобретают Raspberry Pi для внедрения в свои продукты. И к нашему удивлению, как раз эта сфера показывает больше рост в заинтересованности к нашему мини-компьютеру, так как изначально Raspberry Pi создавался как игрушка для обучения. Выходит, мы создали очень хорошую игрушку, если люди могут использовать ее в производственных целях. На сегодняшний день сменилось уже три поколения мини-компьютеров Raspberry Pi, а общее количество проданных устройств перешагнуло за 10 миллионов. В феврале 2016 года, в свой четвертый день рождения, компания Raspberry Pi Foundation анонсировала новый мини-компьютер третьего поколения Raspberry Pi 3. Причем это было сделано без особой шумихи и пресс-конференции. Они просто написали информацию в своем блоге. 29 февраля 2012 года мы выпустили Raspberry Pi модель B. Мир электроники даже и не подозревал о нашем появлении. С тех пор мы продали свыше 8 миллионов единиц, в том числе 3 миллиона Raspberry Pi 2, что делает нас самым продаваемым английским компьютером за все время. Наша компания выросла из горстки добровольцев. Сейчас у нас более 60 штатных сотрудников, в том числе и наших новых друзей из Котклаб. Мы отправили Raspberry Pi на Международную космическую станцию и подготовили учителей по всему миру через нашу программу Picademy. В связи с празднованием четвертого дня рождения мы решили выпустить новый мини-компьютер – Raspberry Pi 3. Этот мини-компьютер стал в 10 раз мощнее своего первого предшественника и в среднем на 50% быстрее предыдущей версии Raspberry Pi 2. Он оснащен 64-битным четырехъядерным процессором Arm Cortex A53 с тактовой частотой 1200 МГц и оперативной памятью 1 ГБ. Внешний вид ничем не отличается от Raspberry Pi 2. Те же четыре порта USB, Ethernet, HDMI, слот для SD-карты, разъем для дисплея, камеры, аудиовыход, площадка GPO для подключения внешних устройств и управления ИВИ. Команда разработчиков не стала выдумывать что-то новое в плане внешнего вида. Оставили привычный для всех форм фактор. Но не обошлось без сюрприза. Помимо нового процессора, разработчики разместили на обратной стороне мини-компьютера еле заметный чип Wi-Fi и Bluetooth.